Потрясающие пейзажи, ласковое море, красивые дома. Ну, конечно же, в таком окружении хочется жить. Но вот вы приняли решение о покупке недвижимости. В этот момент придется опуститься с небес на землю. И сделать это надо хотя бы для того, чтобы получить ответы на вопросы, как правильно, то есть безопасно купить недвижимость на Северном Кипре. В этом нам поможет профессиональный юрист и коллеги из компании MyAlanya. Самое главное за несколько минут. Первый вопрос, который на самом деле возникает – а нужен ли нам юрист? Не для ответов в этом сюжете, а для совершения сделки. Формально – нет, закон этого не требует. Фактически – да. Как это обычно бывает, за границей без помощника вопросы не решаются. Он проведет вас от и до. Оформление доверенности на юриста значительно ускоряет весь процесс, поскольку вам не нужно будет тратить время на подготовку, юридическое заверение и пересылку документов. При условии, что по ним нет вопросов, процесс купли-продажи занимать будет около двух недель. Сформировав доверенность, юрист проверит договор о резервировании, в котором отражены стоимость, условия покупки, а также описание объекта. Затем мы подготовим договор купли-продажи и отправим вам копию для окончательного согласования. Следующие шаги. Регистрация договора в налоговой службе. Уплата гербового сбора за регистрацию договора – это 0,5% от стоимости объекта. Затем мы регистрируем договор в земельном кадастре, после чего объект блокируется в государственной системе. Теперь он не может быть продан кому-либо еще, пока вы не получите окончательное свидетельство о собственности. Основная задача юриста – сопровождение клиента-покупателя, который на первом этапе получает подписанный и зарегистрированный договор купли-продажи. А теперь важное отступление. Независимость Северного Кипра, как известно, признает только Турция. В связи с этим вопрос большинства покупателей. Как оценивать право собственности? Важно ли, кто владел недвижимостью раньше? И как, если есть необходимость, это можно проверить? Есть два основных типа правоустанавливающих документов на недвижимость – турецкий титул и греческий титул. Турецкий титул означает, что до момента образования республики недвижимость была в собственности у турка-киприота. По этой причине никаких споров о правах собственности на данный объект быть не должно. А если же до 1974 года владельцем недвижимости был грек-киприот, скорее всего, статус объекта обозначат как обменный титул. Им владеет турок-киприот, который получил это право в обмен на южно-кипорский участок, ранее бывший в его собственности. Если вы хотите выяснить все корни приобретаемого объекта, вы можете обратиться в службу земельного кадастра. Мы, в свою очередь, всегда проверяем свидетельства о праве собственности, а также разрешение на строительство, технический паспорт, планы этажей. Могу добавить, что лет 10 назад вопросов к девелоперам было больше. Но по мере развития рынка, компании-застройщики стали более надежными. У них есть полное право собственности на продаваемые объекты. Очевидно, что для всех, кто интересуется недвижимостью на Северном Кипре, важно понимать еще и статус земли, на которой эта недвижимость расположена. Риэлторы это понимают. Наша компания предпочитает строить на земельных участках, где наши потенциальные покупатели смогут оформить так называемый турецкий качан, а документ на собственность, который был зарегистрирован еще на турецком Киприоте до 1974 года. И такие участки есть в районе СНТП преимущественно. Также в Гюзель-Юрт в плане документа оборота предлагает именно вот эту возможность оформления полной собственности, включая земельный участок. И на данный момент мы строим с такой политикой, и выбор участка у нас в данный момент играет очень большую роль. Еще один момент, который важно знать потенциальным покупателям. Оформление собственности на недвижимость происходит на Северном Кипре фактически в два этапа. На первом этапе оплачивается гербовый взнос, и договор купли-продажи регистрируется в земельном кадастре. Этот документ является подтверждением того, что вы заплатили за объект и уже являетесь собственником. Здесь даже подписанный договор является фактом сделки-свершения. И если мы, допустим, хотим обезопасить нашего покупателя, мы можем этот документ еще и зарегистрировать. Договор купли-продажи в кадастре. Стоит это будет 6% оплата налога. Ну, тогда это в строящемся жилье, это вообще полная гарантия, что это жилье будет ваше. И, соответственно, и переуступить можно, и продать, и сдавать в аренду. По местным законам, если у покупателя есть договор купли-продажи, а сделка зарегистрирована в земельном кадастре, это уже защищает право собственности. Однако в этом процессе есть и второй этап. Сразу скажем, его проходят не все. Просто потому, что формально он не является обязательным. Получение title did – свидетельство о собственности. Да, вторым шагом является получение титула. Для того, чтобы оформить недвижимость на свое имя, необходимо получить разрешение на покупку от Совета министров. Этот процесс от вашего имени также контролируют наши адвокаты. Если вы покупаете строящуюся недвижимость, разрешение обычно выдается еще до завершения строительства. Некоторые наши клиенты предпочитают оформить свою недвижимость на компанию и перевести право собственности на нее. Повторим, если у вас на руках есть договор купли-продажи, вы уже собственник. Но чтобы дополнительно закрепить этот статус, требуется получить title did – полное право владения. И, как вы слышали, некоторые покупатели открывают при этом юридическое лицо. Но зачем? По законам Северного Кипра, иностранный покупатель имеет право приобрести только один объект недвижимости. А в случае, если покупка осуществляется на компанию, вам, во-первых, разрешается приобретать несколько объектов, а во-вторых, получать разрешение от Совета министров в этом случае не нужно. Поэтому многие клиенты, которые хотят купить недвижимость исключительно с целью инвестиции, ограничиваются простой и регистрацией договора, тем более, что она тоже сможет обеспечить необходимую защиту прав покупателя даже без оформления свидетельства о собственности. На Северном Кипре объект недвижимости можно перепродать или сдать в аренду без оформления title did. Для его получения, к тому же, потребуется заплатить дополнительный налог, причем существенный – 6%. То есть это расходы, которых многие стараются избежать. Но title did – это скорее дополнительная гарантия вашей безопасности. С ним легче оформить ВНЖ, проще передать объект по наследству. К тому же, многим покупателям просто некомфортно, когда этот важный документ принадлежит девелоперу. Северный Кипр привлек многих переселенцев именно своей открытостью, особенно в последние два года. Здесь нетрудно получить разрешение на постоянное пребывание, в то время как соседи, та же Турция, создают переселенцам трудности. Самый первый способ получить разрешение на длительное проживание – через покупку недвижимости. После того, как вы подписали договор купли-продажи и внесли 30% от стоимости объекта, вы имеете право подавать заявление на получение ВНЖ. Второй способ получить статус ВНЖ – через договор долгосрочной аренды длительностью от года. Третий способ – достаточная сумма денежных средств на банковском счете. Наконец, можно оформить разрешение на предпринимательскую деятельность. Если вы являетесь владельцем акций, компании или ее директором, то можно подавать документы на оформление бизнес-визы. Общая сумма дополнительных расходов на оформление ВНЖ с учетом всех комиссий сборов составит примерно 600-700 евро. Заявка на предоставление статуса должна подаваться лично и потребует присутствия аппликанта на острове для посещения миграционного ведомства. Подведем итог. Процесс покупки недвижимости на Северном Кипре всегда сопровождает адвокат. Уже наличие зарегистрированного договора купли-продажи является подтверждением права собственности. Но некоторые покупатели идут дальше, получают тайтл-дитс – свидетельство о собственности, как дополнительную гарантию безопасности и упрощение некоторых бюрократических процедур. Ну а как заработать на недвижимости, которую вы видите на своих экранах, в следующей серии. Продолжение следует...